Конкурс красоты для приусадебных участков завершился в Наринмаре. Уже завтра в столице Ненецкого округа будут объявлены имена победителей окружного смотра конкурса «Чистое подворье». Состязание среди хозяйств проводилось региональным отделением Союза пенсионеров России. Как оценивались огородные шедевры и где можно полюбоваться творчеством пенсионеров-дизайнеров, расскажет Любовь Пермякова. Организаторы и сами не ожидали, что конкурс, впервые организованный 17 лет назад, станет таким популярным. С каждым годом городские огородники удивляли жюри не только ярким дизайном, но и богатым урожаем. Для всех это и волнительно, но и интересно, потому что в условиях заполярья суметь еще вырастить овощи, которые растут в общем-то не везде, даже в средней полосе не всегда, это, я считаю, большое достижение наших пенсионеров. Радует, что активно, что красивые картинки, что люди понимают, что чистый двор – это чистый город, чистое поселение, значит чистая Россия. По словам Риммы Костиной, одной из основательных конкурсов, главным критерием огородного состязания стал творческий подход к оформлению участка. К слову, у многих наринмарских хозяек они украшены очаровательными фигурками зверей, птиц, цветами и бордюрами, сделанные из подручных материалов, а также фонтанами, альпийскими горками и другими декоративными предметами. Оценивалась также и урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн участка, состояние фасада. Кусочки земли, оформленные руками хозяев, жюри оценивали с мая по сентябрь включительно. В этом году красоту своих хозяйств продемонстрировали и сельские жители. Впервые по предложению губернатора НАУ конкурс проводился в региональном масштабе. В нем приняли участие порядка 100 личных хозяйств из 17 населенных пунктов региона, в их числе деревня Волоковая, Лабожская, а также Омах, Ангурей, Великовисочная, Харута, Каменка, Вижас, Харивер, Макарова, Оксина, Верхняя и Нижняя Пеша. А вы сами видели, наверное, красивые на самом деле участки у жителей? Очень замечательные, особенно у Борисовой, Полины Арсеньевны, там вообще что-то с чем-то такое художественное оформление. Вот еще на снимках это одно, а если смотреть в оригинале, то тут вообще неповторимые. И у Альбины Степановны замечательно тоже оформлено. И разрисованные там бочки, там какие-то типа фигурок каких-то, и цветы насажены разные. А у Полины Арсеньевны там даже как типа арочками, такими как волнами, цветовая гамма, там все это выдерживается. Так вообще я проходила недавно мимо, я прям не могла пройти, быстро остановилась и еще смотрела, некоторое время любовалась. Полюбоваться на красоту приусадебных участков могут все желающие. В фойе Дворца культуры Арктика региональное отделение Союза пенсионеров России организует фото-выставку. У нас больше 200 фотографий из поселков округа, показывающие в каком состоянии находятся дворы тех, кто участвует. Должна вам сказать, картина великолепная. Мы гордимся, что у нас участница есть даже из Каратайки. Ей 84 года. Но пусть это будет интригой, потому что подводить итоги смотра конкурса по поселениям округа мы будем попозже. В муниципалитетах округа еще продолжают работать оценочные комиссии, которые выявляют победителей в селах. Итоги по Заполярному району объявят дополнительно. Также в рамках праздничных мероприятий в пятницу будет организована выставка продукции, выращенной жителями округа на своих придомовых участках. Праздничные мероприятия в рамках смотра конкурса «Чистое подворье» начнутся во Дворце культуры Арктика в 16 часов. Вход открыт для всех желающих. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».